После протокола сели за стол переговоров. Вместе с итогами двухлетнего сотрудничества говорили и о перспективах. Стороны подписали новый документ с планами до 2014 года. Чем полезны республики друг другу узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Торговый оборот между республиками увеличивается каждый год. Чуваша закрепилась на белорусском рынке и покрыла одну десятую его часть. За рубеж вывозится электроника, железнодорожные локомотивы, трамвайные вагоны. На рельсы власти рассчитывают поставить и другой проект. На одном из чувашских предприятий работают катские станки из Минска. В республике планируют открыть центры, которые специализируются на ремонте этого оборудования. Возможно, по станкостроению нам нужно создавать как-то уже, возможно, даже какое-то совместное предприятие и оказывать вот эти услуги по, не только по поставке нового оборудования, новых станков, но и по модернизации уже тех, которые работают на наших предприятиях. Новыми сервисными центрами планируют привлечь покупателей белорусской сельхозтехники. Тракторы и комбайны из этой республики чувашские аграрии приобретают и сейчас. Но на пятки производителям наступают ростовские заводы. Чтобы увеличить продажи, покупателям предложат более оперативный сервис. В последние годы мы особо много внимания уделяем сейчас сервису. Ну, наверное, неправильно, когда комбайн идет уборочная и в каком-то хозяйстве. Возможно, этот комбайн небольшой хозяйственный, он один-единственный и вдруг остановился по какой-либо причине. Безусловно, в течение суток надо обеспечить работу не более этого комбайна. Поэтому мы создаем у наших дилеров склады по запасным частям, создаем специальные бригады на время уборочной, которые могут в любой момент по звонку выехать. На совещании белорусский министр не раз указывал на упущение в совместной работе. Республике сейчас необходимо научиться экономить на электроэнергии. Промышленным предприятиям приходится выплачивать до 15 центов за потребленный киловатт. Технологии, которые применяют в Чувашии, эти затраты помогут снизить в разы. Российские ноу-хау в Белоруссии используют и при строительстве атомной станции. Чувашия уже поставляет за рубеж релейные установки. Продукция этих предприятий включена в каталог и уже часть продукции используется в строительстве нашей атомной станции. Я думаю, что будут увеличиваться объемы поставки продукции предприятий Чувашии на атомную станцию. Вообще на Чувашскую электронику белорусская сторона делает ставку. На совещании гости отметили, что в этой отрасли наша республика в передовиках. Власти уже сейчас планируют в несколько раз увеличить торговый оборот. Свои предложения представители рабочей группы закрепили в специальном протоколе. В ходе этого визита стороны уже наметили будущие покупки. В область химии, машиностроения, это также наша железнодорожная техника, литье. Со стороны Белоруссии мы видим, что это поставка продукции машиностроения, активно в область сельского хозяйства. Те направления, которые были заложены при заседаниях первых рабочих групп, мы их по мере сил развиваем. Состоится и ответный визит. Следующее заседание Чувашской белорусской рабочей группы планируют провести в следующем году в Минске. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.